Освобождение Риги началось с форсирования бойцами Красной Армии водных преград, Киш-Озера и Озеро Юглас. В годовщину тех памятных событий группа энтузиастов решила повторить, если не подвиг, то хотя бы путь, проделанный солдатами 62 года назад. В разных странах мира проходят мероприятия, которые так или иначе повторяют какие-то знаменательные исторические события. Для Риги одним из таких наиболее интересных, даже вне зависимости от всякой идеологии событий, является операция по форсированию Киш-Озера, которая началась 12 октября 1944 года и закончилась освобождением Риги от германской армии. Я участвовал в пробном заплыве две недели назад, и все прошло удачно, так что думаю, сегодня все будет хорошо. Подобное мероприятие проходит впервые, но его организаторы надеются, что станут основателями своеобразной традиции, и со временем число участников форсирования Киш-Озера будет увеличиваться. И путь для одних это будет чисто спортивным преодолением дистанции, возможно идеологической акцией для других и способом изучения истории для третьих. Форсирование водной преграды требует от его участников известного мужества. И хотя сейчас с той стороны никто не стреляет, и не надо опасаться налетов вражеской авиации, тем не менее на дворе середина октября и довольно прохладно. А на воде, как известно, может случиться всякое. Под Андреевским штандартом и советским флагом, заклеенным серпом и молотом, участники озерной экспедиции отправились в путь. На том месте, откуда в годы войны начиналось наступление советских войск, сейчас стоит памятный камень. А на противоположном берегу, в Межопарке, у Абилийского воином-освободителем, в это время шел праздничный концерт в честь ветеранов. Одним из тех, кто в годы войны принимал участие в форсировании Киш-Озера, был 24-летний в ту пору Иван Емпольский. Нам было приказано приготовить плоти для форсирования водной преграды. Для форсирования порога мы не знали даже примерно сколько километров. Значит, ну, пришлось разобрать сухие бани, там где-то у хозяевов, сделать два плота, и нам было предано амфибия. Иван Катаргин познакомился со своим тезкой только после победы. А вот на фронте солдатская судьба свела его с отцом Ивана Емпольского. Деревня Горбова, немец там огневые точки были, и невозможно было продвигаться. И вот этот отец его пробрался на крышу, где сидел немецкий снайпер, и в окно выбросил его, но снайпер успел его выстрелить в плечо. Вот. И оттуда мы с ним, как говорят, расстались. В 44-м году, в ночь на 13 октября, началась операция по форсированию Киш-озера. К 23-м часам войска 2-го Прибалтийского фронта заняли межапарк и вошли в правобережную часть города. В течение трех дней Рига была полностью освобождена от немецких войск. Я в это время, в 44-м году, ребенком был в Риге. И вот эта операция по форсированию Киш-озера, она спасла город. Она спасла город от разрушений. И спасла тысячи жизней людей, которые скрывались в подвалах, бог не знает, где еще. И это, в общем-то, отразилось на моей судьбе. Потому что, может быть, я и жив благодаря этому. В боях за освобождение Латвии в годы Второй мировой войны погибло более 150 тысяч советских солдат. На государственном уровне дата 13 октября в Латвии не отмечается. Константин.